Для того, чтобы получить максимально полное впечатление о месте, где ты находишься, тебе нужно что сделать? Правильно, загуглить. Ну и самый простой вариант это вызвать такси. Мне сегодня повезло. Южанин, я. Очень приятно, очень красивое имя. А поехали туда, где красиво и снег. Всегда хотят сказать о красивой девушке, поехали туда, где красиво и снег, чтобы она повезла мне. Как давно вы работаете в такси? Два месяца. Два месяца? Хорошо, как давно вы за рулем? 15 лет. Фух, а то я уж там переживаю, думаю мало ли. Два месяца такси. А до этого кем работали? До этого риелтором. Риелтором, здесь же? Да. Успешно продавали, что сейчас чаще всего берут? Маленькие студии, квартиры около моря. Сколько стоит? Ну, минимальная стоимость 2 миллиона. За 2 миллиона можно купить студию у моря? Ну, очень маленькую, квадратом 15. 5? Ну, 5 нет в продаже. Просто балкон, отдельно кто-то просто продает балкон в своей квартире? Нет, нет, ну минимум 20 хотя бы. А большие покупки случались на вашей практике? Часто ли вообще совершают такие прям покупки в века? Ну, часто. Ну, сколько это? Я покупаю дома за 100 миллионов, за 150 миллионов. За 100, за 150 миллионов? Да. Здесь, сейчас, современная Россия? Да. И все плачут, что денег в России нет. А вы считаете, что они плачут, что есть на самом деле деньги? Здесь, конечно, спрос бешеный на недвижимость в Бадлере, в Сочи вообще. Я, друзья, напоминаю. Да, растет и растет только. Это 2019 год? Угу. Да, то есть, когда говорят, что везде кризис, Малека опровергает просто это. Нет, но кризисом есть в Сочи. Может быть, везде есть в Сочи, нет кризиса. И вы, как бы, считаете, что, в принципе, можно заработать здесь? Да, можно. Сейчас люди сейчас говорят, да какой там, если бы у нее там так фартило, если бы брали, она бы и не ушла. Нет, ну, когда я вообще устраивалась в риэлторство, они просто все смеялись. А потом это я начала зарабатывать. Они просили меня взять с собой на работу и научить это. Потом просто я проработала 3 года, и мне все это надоело немножко. Очень нервная работа, во-первых, частые срывы. На вас срывались? Нет. Ну, вот сделок с рыбы сделок. Человек положил бронежи, потом в сделки поехал за деньгами и вдруг передумал последнюю секунду. Немножко напряженная работа. А если говорить чаще всего о причине срыва сделки? Проводили анализ? Разные, разные бывают, да, причины. У кого-то что-то не устраивает, под этот момент узнают там что-то о доме. Многие дома построены и узаконены через суд. А люди об этом узнают потом, и они боятся. То есть есть в Сочи и такие прецеденты? Да, есть, конечно. Много обманутых дольщиков? Очень много. Блин, Маленька, ну тогда расскажите, как не попасть на удочку и как в Сочи купить, ну, хотя бы более-менее законное жилье? Ну, нужно покупать дома, как тут же с данными, с документами. На строй этапе никому не зовет и покупает ничего. Потому что он может не достроиться и снести в любой момент. Маленькая, вот... Либо покупать вторичное жилье. Подфартило, подфартило мне с вами, потому что я точно такого же мнения, понимаете? Лучше чуть-чуть переплатить? Да, лучше чуть-чуть подороже купить либо вторичное жилье. В Сочи у нас власти, когда человек строит дом, они якобы его не видят. Когда он вдруг достраивается, они его видят и начинают говорить сноси. Ну, то есть, во время стройки они берут деньги и якобы его просто не видят. Без разрешения он строит, строит, строит до определенного момента. Потом приходит администрация и говорит сноси. Хотя, на самом деле, администрация же видела, когда он строил это все. Она же могла это все предотвратить в начале. Либо дать разрешение сразу. Слона-то я и не заметил. Какая похожая ситуация. Вот тебе, житель Краснодара, это ничего не напоминает? Например, район музыкальный, поселок российский. Там просто целые микрорайоны построены по такому же принципу. В общем, есть такая проблема в Сочи. Да, да. Застройщики все, как многих, кто сидят, все жалуются, что во время стройки им все разрешалось, а теперь вот взяли их и снесли, его посадили. Так он ждал немало денег, чтобы ему разрешили это все построить в начале. Вот в конце. Видимо, или денег не хватило, или... Не поделился. Не поделился. Я пошла сначала в гостиницу. Вот здесь не везешься. Работала администратором два месяца. А почему ушли там, ну вроде хорошее место, там постоянно туристы? Ну там постоянно нужно быть на работе, как бы. Я человек всегда любит свободу какую-то. Я не могу все время быть на работе. Постоянно от звонка до звонка. Сидеть там. Мне хочется там выходных, проходных. А там без выходных, без ничего. Такой график меня не устраивает. Я хочу к чему подвести. К казино. К казино. К казино. К казино. Работали ли вы в казино? Были ли вы в казино? Ну или просто, может быть, ваше мнение о казино? Я работала в казино. Вы работали в казино? Да. Вы просто решили мне не говорить это? Чтобы я не стал допытываться, на какое число ставить, или черное, красное, что чаще выиграли. Я не знаю, как бы нам нельзя было играть. Вы кем работали? Сотрудник безопасности. Вы сотрудник безопасности казино? Да. Служба безопасности. Служба безопасности. Хрупкая девушка. Ну, по-моему сказать, охранник. Что вы делали там? Я проверяла женские сумки. График? День, ночь, два дня дома. Ну, день, ночь 48. Хороший график. Тысяч 30 пролотели хотя бы? Нет, 80 тысяч. 80 тысяч? Угу. Я думаю, почему она говорит, что все нормально, все хорошо? А ей просто, видимо, по жизни все время доставались какие-то лакомые кусочки. Сначала риэлторы. Сколько риэлторы заработали? Сколько вы зарабатывали средним риэлтором? В месяц. В месяц. В среднем? 200 тысяч. Я не верю. Потом вы устроились в гостишку. Сколько вы гостишки заработали? Ну, там немного, там 52 тысячи. Вот сейчас вот люди, которые зарабатывают в среднем 25-30 в Краснодаре, они просто вытерли слезы. Вот. И уже собирают чемоданы. Потому что, как только они узнают, что охранник в казино, просто человек, который контролирует женские сумочки, зарабатывает 80? Да. День-ночь 48. Минус налоги. Ну, чистыми сколько? Ну, где-то 71-72. То есть, вы вставляли карту в банкоматы или вам там приходило смс, вы смотрите 70 тысяч? В месяц аванс и зарплата, да. Я остаюсь в Сочи, буду проверять женские сумочки. Слушайте, ну ладно, хорошо. Ну, давайте переходим тогда к чему? К такси. О! К такси! Такси, такси, вези, вези. Мы проезжаем прекрасные виды, у вас потрясающая работа, вы разговариваете, общаетесь всегда с очень добрыми, вменяемыми людьми. Да. И смотрите на красоты вокруг. Сколько вы зарабатываете? Давайте так. Ну, конечно, видите, я какого меркантеля. Сколько вы зарабатываете? Все, не буду никаких просто прелюдий. Жгите. Самый разгар сезона? Нет, нет, нет. Давайте так, давайте так, чтобы... Среднее? Среднее. Вот сейчас вот, допустим, вот будет вот сейчас вот, вот даже сейчас. Это же в межсезоне. Это же практически... Это уже, да, конец сезона. Да. Ну, сколько? Ну, в день. В день 6-7 тысяч максимум. Это прям предел. Это 7 прям хороших дней. Ну, 6. 5 500. Ну, да. Ну, 5 это всегда стабильно. Нет у меня, чтобы таксист не заработал 5 тысяч. Это прям надо быть очень ленивым таксистом, чтобы заработать 5 тысяч. Я сейчас вот сижу у вас, слушаю, а в голове у меня калькулятор, короче, и варианты как раз продать все в Краснодаре, перебраться, купить себе... Что же у вас за машины? Киа? Да. Чтобы хотя бы на газ? Нет, на бензин. Вам не дорого это? Дорого, но что поделать? Хорошо. Вы зарабатываете 6 тысяч рублей? Да. Сколько уходит на бензин? Сколько вы кладете себе чистыми в карман? 1000 рублей я каждый день направляю на бензин. 5500. Вот умножь 5 на 20. Вот теперь у тебя сердце вот ёкнуло, вот теперь у тебя... Ну? Мне бывает максимум 3 выходных в месяц. Когда вы видите семью? Вечером. После работы. А, кстати, график работы. Сейчас они подумают, а я пятерку тоже заработаю, если 48 часов буду работать в сутках. Нет, я не 48 часов. Я приезжаю на работу в 8 утра, в 8 вечера я уезжаю. Офигеть. Не, ну вот сейчас вот, вы просто сейчас взяли просто как бы и... У меня теперь... В промежутке с 12 часов до 2 до 3 я еще отдыхаю. У нас обед, остановка работы, время перекура. А очень много же такси в Сочи. Всем хватает работы? Всем, всем хватает. А отдыхающим еще больше. Это прям, вот вы сейчас сказали, прям реальные как бы, да, эти... Суммы вы не набрали? Нет. Вы не работаете на администрацию Краснодарского края, чтобы там приезжать и все сюда? Нет, нет. А как вы относитесь, кстати... Если бы здесь такси было плохо, никто бы со всего мира сюда не приезжал бы, не работал бы, не брал бы машины в аренду, не таксовал бы, если бы такси не было бы денег. Блин. Я теперь хочу работать таксистом. А ты? Если да, пиши в комментариях. Вообще, давай поспорим с тобой. Может быть, ты думаешь, что это было все постанова. А может быть, ты хочешь сейчас, чтобы я дал телефон маленький, у меня его нет. Сразу тебе говорю. Вот. А может быть, ты хочешь просто поспорить. В общем, пиши комментарии, ставь лайк обязательно. За это ты обязан поставить лайк. Это стоит того. Ну и, собственно говоря, жми на колокольчик. Вы подпишитесь на канал Южанину? Конечно. Ну, правда, мне кажется, у него просто времени нет уже. Смотри, телевизор, ютуб. У меня в телефоне все есть. Я все смотрю и успеваю везде. Вот ты смотришь меня. Пойми, мне не заплатила служба такси. Я не собираю таксистов по всей стране, чтобы они сюда приехали. Нет, это просто обычные слова. Я первый раз вижу этого человека. Вы меня первый раз видите? Да. Как меня зовут? Не знаю. Вот, видите, как бы. Она уже даже забыла. Я вначале же сказал Южане. Ну, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok